здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы свяжем то ли шарф то ли сноут я в процессе вам все буду объяснять и все рассказывать сыграем на разница спит и разница пряжи один моток у меня буклированная фактурная такая 100 грамм 240 метров тепленькая такая пряжа в градиентом любую пряжу выберите именно приблизительно такого такой толщины опять же я использую уже заканчивается уже скоро закончится это пряжа которую мне дали на пробу как рекламу до бесплатно но мне же нужно ее использовать вот сто процентов премиум акрил вот такая вот довольно такая средней толщины и по цвету в общем с градиентом вот вторая пряжа у меня с алиэкспресс это кашемир но подозреваю выглядит он как пух норки до 305 метров 100 грамм а плюс дополнительная нить продается он с дополнительной нитью одна пара у меня три миллиметра и вторая пара 8 миллиметров диаметр начинать будут с этой пряжи диаметром 8 миллиметров петли буду набирать на одну спицу и так я набрала 56 петель на спицы 8 миллиметров и все вязание у нас резинка один на один и так толстые как бы толстую пряжу мы вяжем толстыми спицами тонкую пряжу мы вяжем тонкими спицами вяжем резинкой один на один одна лицевая одна изнаночная кромочная вяжем изнаночными петлями и второй ряд тоже вяжем по узору резинкой один на один вязание у нас получается такое воздушное рыхлое это этими нитками и так первых два ряда мы провязали теперь мы берем следующую нить если у вас одинарная нить и просто ее берете свою дополнительную тонкую нить а забыла сказать у этой черной нити плотность 305 метров в 50 граммах то есть 100 граммах это 600 метров 610 и вяжем тонкими спицами ту же резинку 1 на 1 2 ряда так теперь толстые спицы оставляем и вяжем еще три ряда этими тонкими спицами черной дополнительной нитью или нитью второго цвета скажем так всего четыре ряда итак четыре ряда я провязала тонкой нитью теперь снова перехожу на толстые спицы на толстую нить вяжу два ряда этой нитью здесь следим чтобы вот при перебросе нить не стягивала все вяжем далее толстыми спицами два ряда далее снова 4 ряда тонкими спицами и второй нитью и так чередуем 24 толстые нитки два ряда тонкие нитки 4 лет и так показываю вам как выглядит полотно вот за счет структур разных структур и разных спиц вот получается вот такое вот полотно еще плюс играет в плюс градиент в толстой в этой пряжи и вот такой вот шарф я решила я хотела снуд изначально сделать девчонки то есть если вы хотите снуд то вам нужно длина 120-150 сантиметров приблизительно то есть вы меряете и вяжите на длине 120-150 сантиметров сейчас я измерю на и у вас получится снуд в два оборота такой достаточно горло если хотите посвободнее то 150 сантиметров но это уже опять же это можно мерить так вы же можете же это я ориентировалась на свои два матка вот я вязала до тех пор пока у меня не закончится пряжа вот пока не закончились два матка черная вот это тоненькая у меня осталось там чуть-чуть 5 грамм а вот этот моток который 100 граммовый я полностью использовала вот и получается у меня 166 сантиметров длина на снуд вот так вот посмотреть на тут это много он не прикроет шейф как как декоративной да я думаю будет красиво то есть и снуд нужно сделать но я его оставлю в форме шарфа вот когда у меня эти серые ниточки у меня уже закончились там осталось только на закрытие петель и вот я все петли закрывают и завяжу узлами концы вот я так хочу форме шарфа его оставить вот если я захочу сделать вот я это в любой момент могу сделать тоже советую вам поносить чуть-чуть шарфом потом сшить вслух вязка папа она и растянулась то есть его нужно даже одеть на голову как платок и замотать ну как бы как использовать как шарф то есть и на голову он прокатит и шарф и и шаль и шапка и все что угодно и снуд а исполнение как раз для новичков не заморачивай так вот закончила я и продену просто эту нить и завяжу узлы на концах что тоже не обязательно можно сделать помпон можно сделать бахраму на конце это мой ну как бы мое решение а вы тоже смотрите края шарфа можно оформить уже как вам захочется так все я решила сделать узлой просто по краям завязываю узлой захочу завяжу захочу развяжу вот пока у меня вот так вот а еще захочу у меня осталось черная пряжа сделаю в бахраму но это уже серии как получится то есть здесь уже вы можете свой шарф делать как хотите тем более что в этом шар шарфе шарфу о как правильно одеться можно использовать все остатки вот в чем его плюс вот все остатки можно сюда разных буклированных на разных махеров и вот возьмите одну пряжу за основной а далее используйте все остатки вообще будет шикардос все девчонки на сегодня все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока